Конечно, к этому надо относиться серьезно. Я никогда не был сторонником такой шапкозакидальцевской позиции, что Запад умер, уже все, ему конец. Я могу повторить, что Запад это серьезная величина, это действительно мощнейшая экономика. И я повторяю, интеллектуальная мощь. Бессмысленно думать о Западе, как о дурачках, так сказать, в кедах. Европа и мировое сообщество выживет без России. И наши наивные утверждения о том, что мы диктуем кому-то что-то в экономическом пространстве, они далеки от реальности. Такой нарядной праздничной жизни, как была у нас в основном у жителей больших городов, надо отметить. То есть народ-то активно веселится в основном в Москве, Питере, Екатеринбурге, Новосибирске, там Нижнем Новгороде. А уже отъедешь чуть-чуть в сторону, куда-нибудь в колонну, и там прямо народ особо-то не гуляет в мехах. Сегодня настолько необходима энергия. Сегодня, когда Китай, Индия сели на автомобили, когда они развиваются, все эти страны Азии с их огромным населением, ну просто невозможно уже обрушить нефть. Ее можно, наверное, понизить до определенных. Энергия нужна. Людей все больше, им нужна энергия. И никто уже ради таких политических интересов в США не будет отказываться от своих интересов. Огромный отток капитала, уход инвесторов, ну и так далее, понижение всяких там рейтингов наших, оно не может не сказаться на уровне жизни. Люди это почувствуют через некоторое время.